Необходимость создавать локальные пространства имен, честно связанных с функциями, со стеком вызовов и с так называемыми локальными переменными. Мы бы хотели, объявляя функции, не бояться, что та переменная, которую мы используем внутри, перезапишет какое-нибудь значение вне функции. Давайте посмотрим пример. В примере мы рассмотрим функцию, которая принимает градусы в Цельсиях и возвращает градусы в Фаренгейтах. Для этого мы сначала запомним временное значение, это соответствие градусов Фаренгейта в градусам Цельсия, а затем вернем это значение со сдвигом в 32, чтобы получить точную температуру в Фаренгейтах. Как мы уже сказали, когда функция вызывается, она создает локальный namespace. В этом локальном namespace мы будем хранить аргументы функции и локальные переменные, объявленные внутри функции. Когда функция завершает свое исполнение, она не просто снимается со стека, но и разрушает тот локальный namespace, который был создан. Теперь давайте проследим, как же будет исполняться данный код. Давайте нарисуем стек вызовов. Это у нас будет функция модуль, которая главная, исполняющая. И ей будет соответствовать глобальный namespace. Где-то под ним, под глобальным namespace будет namespace built-ins, потому что, как я сказал, он создается самым первым. А затем у нас стек будут классы функции и namespace, которые они создают. Когда мы начнем исполнять данный код, мы сначала же исполним первые два присваивания. Мы присваиваем TC значение 18 и TMP значение OK. Давайте я нибудь здесь зарисую состояние пространства имен global. Имени TC будет соответствовать 18, а имени TMP будет соответствовать строка OK. Далее мы создаем функцию faringate, и она тоже попадет в глобальный namespace. Это значит, что имени faringate в нашем глобальном namespace также будет соответствовать наша функция. После того, как мы определили функцию, начинается самое интересное. Мы просим вывести на экран значение функции faringate от TC. И здесь интерпретатору нужно подумать о нескольких вещах сразу. О том, что такое имя print, что такое имя faringate и что такое имя TC. Основное правило, которым пользуется интерпретатор, это сначала посмотри в самом локальном namespace, потом посмотри в namespace функции, которая нас вызвала, потом еще, еще и так далее, затем в namespace globals и затем в namespace built-ins. Используя наше графическое представление стека, это выглядело примерно вот так. Если бы мы где-то были моменты в исполнении где-то здесь, мы бы сначала посмотрели бы в нашем namespace, затем в namespace функции, которая нас вызвала, затем в namespace функции, которая вызвала функцию, которая нас вызвала, и так далее, затем в namespace global, и затем в namespace built-ins. Однако вернемся к нашему случаю. В момент исполнения принта мы находились не так глубоко на стеке, у нас не было столько функций, и мы находились всего лишь в функции модуль. Это означает, что функцию print, которая является первой, мы бы сначала проверили в namespace globals, а затем бы проверили в namespace built-ins. Имени print нет в namespace global, потому что мы его там не объявляли. В namespace global мы объявили только tc, tmp и фаренгейт. Однако, так как функция tmp является стандартным средством языка Python, то имя print находится в namespace built-ins, и ему соответствует функция, которая выводит значение на экран. Хорошо, мы нашли имя print в namespace built-ins. Теперь нам нужно найти имя фаренгейт. Это совсем не сложно, потому что он находится в том же namespace, где нас и вызвали, то есть в global. Вот оно самое, и ей соответствует функция. Для того, чтобы вычислить эту функцию, нам нужно найти также имя tc. Имя tc также находится в global, потому что здесь мы ее и объявляли. Чтобы узнать, что же нужно вывести на экран, мы сначала должны исполнить функцию фаренгейт с аргументом tc. Поэтому клун со фаренгейт кладется на стэк. Когда мы вызываем функцию фаренгейт, создается локальный namespace для этой функции. В этом локальном namespace пока что будет храниться только один аргумент, который мы объявили. Это имя tc. Ему также будет соответствовать 18, как и имя tc в global namespace. Затем мы должны исполнить первую строку функции фаренгейт. Когда мы будем исполнить эту строку, сначала интерпретатор попробует узнать, что же такое имя tc. И как мы говорили, он сначала посмотрит в локальном namespace. Он может найти имя tc в локальном namespace, потому что оно является аргументом функции. Поэтому он и будет ее использовать. Затем мы должны присвоить переменной tmp в вычисленное значение. И важно понимать, что так как tmp является локальной переменной, то есть мы делаем присваивание внутри функции, то и имя tmp будет связано с локальным namespace. Поэтому в нашем локальном namespace мы создаем имя tmp, которое будет ссылаться на вычисленное значение. 32,4. Теперь мы должны вернуть вычисленное значение, прибавив к нему 32. Интерпретатор дойдет до этой строки, увидит опять же имя tmp, попробует понять, откуда нужно взять это имя, поймёт, что в локальном namespace есть имя tmp, которое нужно использовать, и вернет нам значение 64,4. Далее, функция фаренгейт со стэка снимается, и весь локальный namespace, который был в ней создан, уничтожается. То есть мы забудем про эти имена. Локального namespace функции фаренгейт больше нет. И вот мы дошли до этого места, где мы снова должны вызвать функцию print. Функция print создает себе локальный namespace, куда она передаст себе один аргумент, собственно, на 64,4, который нужно вывести. Затем, когда функция print вывела значение температуры в фаренгейтах на экран, она завершает своё исполнение, снимается со стэка, и удаляется локальный namespace. Затем интерпретатор видит очередную инструкцию print. Он опять же находит имя print внутри namespaces built-ins, потому что его нет в globals. Затем смотрит, что же такое имя tmp. Он осознает, что имя tmp это то самое tmp, которое мы определили в globals, потому что сейчас мы находимся в namespace globals. Таким образом, второй print выведет на экран именно строку ok, которая определена в глобальном namespace. Такой механизм создания пространства имен, когда мы каждый раз вызываем функцию, позволяет нам использовать одни и те же имена в разных местах программы, и при этом не бояться, что мы перезапишем ту или иную переменную вызовом другой функции.